В одной эстрадной песне популярного исполнителя есть такие строчки «Я знаю точно невозможное возможно». Мне кажется, это утверждение недалеко от истины. В жизни мы постоянно встречаем людей, которые изменили свою судьбу, всего лишь приняв твёрдое решение изменить её. С вами программа «Вера. Человек. Судьба». Здравствуйте! Сегодня с нами в студии Наталья Кожина. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Расскажите немного о себе. Откуда вы к нам приехали? И чуть-чуть о вашем детстве. Как прошло ваше становление как человека? В данный момент я проживаю в Рязани. Сама я с Украины, с города Николаева. Моя семья, папа, он инженер, мама инженер. Проработали в Облэнерго практически всю свою жизнь. Обычная рабочая семья с обычным православным укладом, с обычными православными традициями. Все мое детство прошло. Садик, родительский дом. У меня очень мама рано умерла, когда мне было 16 лет. И, наверное, с этого момента как-то моя жизнь в корень изменилась. То есть вас с этого возраста воспитывал только отец? Да. Ну, он, в принципе, наверное, перестал заниматься воспитанием. У меня еще очень жесткое воспитание было. Всегда дома, всегда на глазах родителей. Вот, строгий отец, чтобы мы всегда выросли порядочными, хорошими, уважаемыми людьми. Вот. Но когда умерла мама, он очень сильно запил. Вот. Потому что, ну, это очень молодой возраст для мужчины, потерять молодую жену, которую любишь. Вот. И я в этот момент как-то больше потянула меня на улицу. Поиск себя был на улице. И как раз в это время я поступила учиться в ПТУ на бухгалтера. Ну, сами понимаете, контингент ПТУ. И очень хорошая почва для, в общем, найти себя в таких вещах, как алкоголь, наркотики, курение. То есть в вашей жизни все это было, и алкоголь, и курение, и наркотики. Да. И практически два года вот у меня прошли в забытие. Я не знаю, как бы не помню предметы, которые я учила. То есть потому что постоянно такое жёсткое употребление началось. Оно резкое и жёсткое. Вот. Вплоть до того, что даже на лекции приходили в таком состоянии. Ну, были способы как бы скрывать состояние своё. Началось вот такое вот… Вы начали уже употреблять наркотики в 16 лет. Да. А какие это были наркотики? Лёгкие, тяжёлые, синтетические, растительного происхождения? Ну, знаете, алкоголь. И мы курили. У нас очень на юге распространена травка, там, орехлана и всякие другие вещи. В основном это курение вот этих вот наркотических таких вот. Среди молодёжи существует такое понятие, что трава не наркотик. Как Вы считаете, это истинно или всё-таки это наркотик, который затягивает, который способен привести к какому-то краху человеческой жизни? Знаете, затягивает, потому что… Сейчас уже как анализ, да, тогда я этого не понимала, но когда ты употребляешь, ты попадаешь совершенно в другой мир, где ты всемогущий, в мир иллюзий о себе. Где ты всемогущий, где ты совершенно другой, незакомплексованный, незабитый, что-то могущее в этой жизни. На самом деле это иллюзия. И это затягивает, потому что в том состоянии, в трезвом состоянии, особенно вот у меня было о себе не очень хорошее, сложилась как бы ни самооценка низкая, и о себе какое-то мнение низкое, не знаю, вот так вот сложилось в жизни, что я закомплексованным очень выросла, подростком. И это меня раскрепощало. И это затягивало, потому что вот в этом состоянии употребления я себя чувствовала уже, когда сказала ранее. И чем дальше, тем этого больше хочется. И тем больше ты попадаешь в иллюзию, что я всегда это могу бросить, и что здесь в этом нет ничего плохого. Наоборот, я себя как бы чувствую лучше. Вы сказали, что вы воспитывались в православной семье. То есть у вас был уже высокий изначально с детства моральный, нравственный. Неужели это как-то не препятствовало, не спасало? Неужели не было мысли о том, что наркотики — это плохо, алкоголь — это плохо? Знаете, у меня было такое понимание Бога, что это какой-то старичок на небе, который выискивает на земле плохих людей и наказывает их. Вот почему-то в моей семье сформировалось такое понимание. Хотя мои родители, у них были какие-то ценности в жизни хорошие. То есть на тот момент вы считали, что Бог через наркотики наказывает людей, которые ему не угодны? Нет. Другую мысль хотела сказать, что несмотря… Ну, моё понимание Бога, я уже на тот момент почему-то чувствовала себя плохой и грешной. И что, в принципе, если я уже такая, то чего мне бояться дальше? Всё равно гореть мне в аду. Потому что учение было такое, либо ты в рай попадёшь, если ты святой, либо в ад, если ты плохой. У меня уже с детства я была очень шальным, баловлимым ребёнком. Часто меня наказывали родители. Поэтому у меня уже с детства было такое понимание о себе. И наркотики — это было лишь только, как бы сказать, ну а что ещё, как бы я уже грешная. То есть вы считали, что судьбу человек не может изменить. Вот если он плохой, значит, он плохой до конца своей жизни. Да, культура, в которой я росла, она сформировала такое вот во мне. Ну а сейчас, как вы думаете, способен ли человек что-то изменить в своей жизни? Или действительно старичок на небе, он говорит так, ярвычок, ты плохой, ты хороший, и всё. И вот так вот всех разделил. Знаете, человек может сделать выбор. Я сделала выбор в своей жизни. Я не смогла сама, как сейчас, опять же таки, да, я анализирую, изменить свою жизнь. Но я сделала выбор. Образ жизни, который я вела в течение семи лет такой, да, он меня опустошал. И оставаясь одной наедине после всех пьянок, гулянок, вот такого образа жизни, тусовок, у меня была пустота, и у меня был страх одиночества, дальше что будет, я думала о будущем. И мне хотелось изменить глубоко внутри, но я не признавалась, потому что я не понимала, как это я могу сделать. Я верила, что я не могу это сделать. Вот, но мне хотелось. Первое — это желание. И далее я повстречала в жизни человека молодого, с которым мы тоже употребляли, да, который такой же образ жизни вёл и с какими-то тоже своими болями, переживаниями, заливанием этого, да. Вот. И это было каким-то стимулом для меня, может быть, в виде его преобразования в жизни, изменения. У него начались изменения в жизни. То есть он перестал употреблять, у него стал налаживаться социальный образ жизни, так скажем, да. Он устроился на работу и начал посещать семинары, развиваться как Личность. И это, ну, побудило меня поверить в себя, что если у него так получилось, у меня это тоже получится. Если ему Бог помогает, почему Бог мне не может помочь? То есть на тот момент уже было понимание, что Бог действует в вашей жизни и в его жизни. В его жизни я видела, что Бог действует. А как вы это заметили, что Бог действует в его жизни? Ну, знаете, он был криминальной Личностью, и обстоятельства, которые складывались вокруг него, самому атеисту заядлому невозможно было бы не поверить в Бога то, что произошло в его жизни. Это история его, может быть, вы его когда-нибудь пригласите. И даже, ну, как бы многие наши друзья, они признавали, что только Бог мог вмешаться, и вот так всё чудно сделать в его жизни, что он на свободе, что он стал другой Личностью. То есть для него обращение было мгновенным? Ну да. А для вас? А для меня это процесс. А можете рассказать, попадая мне, как это всё шло, какие трудности на пути встречались? Были ли там соблазны уйти, оставить Бога, прошлого, жизнь? Как-то давило, может быть, друзья? Может быть, тот же отец, который строгий, говорю, вот, православие, Бог старичок? Да, знаете, много факторов, которых вы перечислили. И то понимание Бога, которое в детстве сформировалось, было препятствием. И у меня была очень сильная зависимость от мнения других людей и от этого общества, которое, в принципе, тоже сформировалось в моей семье. А что подумают другие люди? Вот, слава Богу, сегодня я независима от этого, и меня Бог от этого освободил. Вот, и… Прошу прощения, вот вы сказали, что подумают другие люди. То есть для вас имидж человека, употребляющего наркотики, был выше, чем имидж человека, который доверяет Богу свою жизнь? Да. Интересно, а почему именно так? Ну, что-то сломлено в человеке. Вот во мне было что-то сломлено. То есть стержень, который заложен здоровой, нормально полноценной Личности, которая адекватно реагирует на этот мир и на людей, оно было что-то… что-то было сломано. Вот, брешь воспитания, в школе неправильное отношение преподавателей, там, детский сад, общество, то есть всё это… То есть окружение на вас сильно повлияло. Да, да, я думаю, оно влияет на каждую Личность, особенно в наше время сегодня на тех подростков и молодёжь, которая растёт. А помимо общественного мнения, которого вы боялись, какие ещё трудности были на пути? Избавление от наркотиков на пути к Богу? Ну, страх и, наверное, большая привязанность. Всё-таки очень долгое время, когда ты находишься в этой иллюзии, в этом состоянии, и как бы в трезвом состоянии – это совершенно другое понимание мира, себя. И как бы вот этот страх, что я не смогу, а как по-другому я не умею. Но глядя на других, которых Бог помог, глядя на… Опять же таки, читая Священное Писание, вот вера, да, как формировалась, я слышала опыты других людей, я читала Священное Писание, начала читать Евангелие, что сделал Иисус для людей, я начала это для себя, на себя натягивать эту рубашку, вот, ходя в церковь. И, ну, это мне помогало. Хотя у меня долго сидел стереотип, что я плохая, и меня не может Бог простить за всё то, что у меня было в моей жизни. Вот. Конечно, бывают люди, у которых гораздо больше в жизни там тяжёлых преступлений, всего, но для меня это было достаточно. То есть 7 лет употребления наркотиков – это вот такой тяжкий груз, который вы никак не могли сбросить? Ну, просто во время этого употребления я делала очень нехорошие вещи и относилась не очень хорошо к другим людям. И мне за многое моё поведение до сих пор стыдно. И многих людей я до сих пор ещё не встретила, перед которыми не попросила прощения и не рассказала о том, что сегодня Бог изменил мою жизнь, и я другая. Но многих я встретила, и мне уже перед ними не стыдно. То есть они Вас поняли, простили? Да, и они удивлены. И более того, даже вот я недавно приезжала на Украину, собралась компания друзей, которые в технике, в этом училище. И они говорят, «Мы пришли посмотреть на тебя, нам сказали, что ты другая. Расскажи, что в твоей жизни произошло». Вот. Пять человек, и… Ну, я рассказала, что сделал для меня Иисус, и вот как Он изменил мою жизнь. Как они к этому отнеслись? Знаете, все по-разному. Один человек только высказал своё… Ну, что для него это сказка, но он видит реальность, и он пока не может понять, как это вообще совместить. Потому что многим тяжело понять, что Бог — это Личность, и с ней можно иметь отношение сегодня. Вот как я с вами разговариваю, да, я могу разговаривать с невидимым Богом. И что это Личность, которая имеет черты характера, такие как нежность, принятие, доброта, сострадание, всепрощение, вот, абсолютное принятие. Конечно, мне понадобились годы, чтобы в это поверить, что Бог такой, о котором написано в Библии. И что вот Он такой в отношении меня, несмотря на то, что я сделала или ещё сделаю. И когда я рассказывала друзьям об этом, им было тяжело поверить. Но я их понимаю. Это опыт каждого, которому нужно пережить. Это процесс. Вот Вы упомянули, что характер Бога узнавали из Библии. А как впервые к Вам попала эта книга? Или она у Вас была от родителей православных? Знаете, мне ещё дарили друзья, когда я активно, можно так сказать, употребляла. У меня был опыт, когда двое друзей уехали на какой-то лагерь летом и вернулись с совершенно другими людьми. Буквально через две недели они не пили, не курили, не ходили с нами на тусовки. И мне было удивительно. Я думала, у них поехала крыша. Поэтому я сегодня понимаю, как думают обо мне многие. Но прошло время, и я увидела, что у них реально изменила жизнь. Это не только слова. Что они совершенно стали другими людьми, и они совершенно по-другому стали относиться к другим людям. И на самом деле они стали добрыми, они стали заботливыми, и они стали сеять в этом мире добро. Вот они мне подарили Новый Завет. Это был где-то 1998-1997 год. Вы сразу его начали читать? Или как водится, когда дарят Новый Завет, ставятся далеко-далеко на полку? Знаете, я пробовала, потому что у меня очень часто были состояния отчаяния, тоски, одиночества, непонимания, желания уйти из этой жизни. Я часто открывала его, но я ничего там не понимала. Мне нужны были люди, которые помогли бы, но на тот момент их не было. Я просто читала, и знаете, как вот ребёнок, верю родителям, что они меня любят, и всё, несмотря на то, как они ко мне относятся. Я верила, что если я читаю, то это мне будет помогать. Ну как-то какое-то такое волшебство. Но всё равно Бог даже это использовал. И потом уже, когда с моим мужем, сейчас уже на тот момент молодым человеком, который начал изучать Священное Писание, это было легче, потому что одному понимать тяжело Писание. Есть люди более склонны, глубокие. Я поверхностный человек, и мне нужен был кто-то, кто помог бы мне углубиться и поверить. То есть нужна всё равно поддержка другого человека. Обязательно. В одиночестве сложно постичь Бога, да? Вы так считаете? Да, потому что мы живём в социуме, люди созданы для общения. И это, наверное, очень одна из важных целей в жизни, смыслов — это общение друг с другом, с творцом. Вот такой немножко практический вопрос. Кто сегодня может начать употреблять наркотики? Есть ли какие-то группы риска? Или вот это заболевание, действительно, оно присуще всем людям, независимо от того, где они живут, какое положение в обществе занимают? Знаете, и то, и другое, в принципе. Потому что есть и группы риска, и есть и второе, что Вы сказали. Но это не благополучные семьи. Это семьи, где у нас, наверное, 95%, где заняты сейчас все зарабатыванием денег, но не вкладыванием воспитания… Детей. Да, того времени, тех отношений, в чём нуждаются дети. Что в них вложил, то и выросло, по сути. И я вот так анализирую, что вкладывали в меня мои родители. Я их очень люблю, я их очень ценю, я им очень благодарна. Но они, знаете, как все по шаблону действовали. Они ходили на работу, зарабатывали деньги, кормили, одевали меня, всё. А что было в отношениях? Меня никогда не хвалили. Мне никогда не говорили, ты сможешь. Мне никогда не давали каких-то высоких целей в жизни, что давай. Да, но какой-то такой вот примитивный, обычный, обыденный. Вот заработал, потратил, поел, какой-то такой вот, знаете. И сегодня так же. Заработали, потратили хорошо, прогуляли эти деньги. Никаких высоких целей, ценностей не вкладывается в детей, в молодёжь. И вот они растут с этой пустотой, и они её заполняют чем могут, чем умеют. И что даёт этот мир? А что даёт этот мир сегодня? Он даёт алкоголь, наркотики, сейчас интернет, клубы. То есть различного рода зависимости. Да, и это, естественно, интересно, это эмоции вызывает. Мы люди эмоциональные существа. И нас это влечёт, потому что нет другой альтернативы. Мы не знаем, зачем мы здесь и вообще, что нам нужно от этой жизни, что вообще мы можем получить от этой жизни, что мы можем отдать, кем мы можем стать. Получается, вот это вот асоциальное поведение человека, оно закладывается ещё в детстве, когда ребёнок лишён внимания, ласки, любви родительской. Совершенно верно, в первые годы жизни. Как-то с этим можно справляться или всё-таки? Ну знаете, Бог исцеляет в процессе, просто это уже потом с последствиями очень трудно. Если бы этого не было, то мы бы уже давно все спились, скурились и погибли бы. Но Бог вмешивается, и Он помогает выходить из этого, каждого в своём возрасте настигает. И давно Вы уже без наркотиков живёте? Ну да, в 2001 году, наверное, это было последнее моё употребление. С 2001 года я никаких наркотических и средств, которых изменяет моё сознание, не употребляю. Ни чая, ни кофе. Расскажите, чем Вы занимаетесь сейчас? Вы работаете, чем Вы занимаетесь, что делаете? Может быть, какое-то служение у Вас есть? Я так вздохнула, потому что у меня сейчас такой переходный этап в жизни. До последнего времени мы занимались с нашими друзьями бизнесом и параллельно служением наркозависимым и заключённым. Но вот последний год я немножечко изменила своё направление. И сейчас обучилась я на инструктора здорового образа жизни, инструктора по немедикаментозной медицине. Некоторые семинары прошла. И мне это очень важно для себя, для своих родственников донести это, насколько образ жизни зависит на моё сегодняшний уровень жизни, на качество жизни, как это влияет. Но не исключая работу дальше с такими же людьми, как и я, мне интересно. А вот Вы сказали, что дети, когда они лишены внимания, родительской заботы, общения, они заполняют свою жизнь тем, что даёт этот мир. Возможно заполнить их жизнь вот именно какими-то нравственными принципами, тем же самым здоровым образом жизни, спорт, искусство, наука, или всё равно человек будет тянуться вот ко всему-то негативному? Как Вы считаете? Ну это от семьи зависит, какой фундамент заложен, как детям привили, что хорошо или что плохо, или что сделает меня счастливым. А есть ли у Вас мечта, самая заветная мечта на сегодняшний день? Да, знаете, я бы… Я с детства мечтала, не знаю, иметь ресторан. И в принципе я работала в ресторане, но сегодня я имею мечту иметь ресторан, который будет, знаете, где люди смогут прийти отдохнуть с прекрасной музыкой, с прекрасным, здоровым, вкусным, экзотическим, необычным, доступным питанием, где будут разные залы, семейный, молодёжный, который будет нести вот эту вот идею здорового образа жизни, который будет прославлять Бога. А Вы хотите эту мечту реализовать? Или это такая вот мечта, знаете, как хрустальный шар, который вот даже в руки брать страшно, вдруг разобьётся? Знаете, Бог так складывает обстоятельства в жизни каждого человека, просто видит он это или нет. И в моей жизни тоже я вижу. Я буквально последние полгода работала поваром. Я не повар. Я просто люблю вкусно готовить и люблю вкусно поесть. Но так сложилось, меня пригласили. И знаете, я бухгалтер по образованию, работала поваром. И моя еда понравилась. Я говорю, господи, зачем я работала поваром, если я вообще всю жизнь работаю в бизнесе? Сейчас вообще совершенно в другом направлении. И у меня пришли мысли, ну ты же движешься к ресторану, тебе нужно всё пройти. Ты поработала барменом, официантом, сейчас ты поработала поваром, у тебя есть навыки бизнеса. То есть я думаю, я к этому иду. То есть Бог вёл вас, когда вы были употребляли наркотики, к тому, чтобы вы бросились. Сейчас вы видите, что Бог ведёт вас к вашей мечте. Да, совершенно верно. Можно ли сказать, что если у человека есть заветная мечта, она обязательно сбудется? Да, в это надо верить. Или не всегда так бывает? И надо в это верить. Вот если бы, конечно, мне тогда это сказали, я бы не поверила. Но сегодня я в это верю. А что помогает вам верить? Поверить — это вроде бы так просто. Поверь. Но это очень сложно сделать. Да, совершенно верно. А что помогает вам верить? Ну, наверное, самое главное — это изучение Слова Божьего, где открыто, кто такой Бог и как Он ко мне относится, и что Он мне обещает. И общение с единомышленниками, с единоверцами, с людьми, которые также стремятся или познали Бога, или стремятся Его познать. Получается, без Бога невозможно поверить, что мечты сбываются. Совершенно верно. Это дар, как написано в Библии. И я думаю, что Бог Его даёт каждому, но не каждый Его готов принять или может на данный момент. И даже в этом нам нужно принимать решение, что я принимаю решение принять твой дар. А как же люди, которые добиваются всего своими силами, или они просто не осознают, что Бог их ведёт? Я думаю, что это так. Они не осознают. А как сделать, чтобы люди осознавали, кто их ведёт? Есть какие-то мысли, практически советы? Я не знаю. Мне кажется… У вас такой богатый опыт общения с Богом. Но как сделать так, чтобы люди осознавали? Ну вот вы работаете с людьми, которые попали в наркотическую зависимость. Они верят, что способны что-то изменить? Знаете, они верят, что есть кто-то. Вот нам, людям, свойственно судить о Боге об отношениях друг с другом. Потому что моё отношение о Боге формировалось от отношений с теми людьми, с которыми я состояла. И сегодня, когда я общаюсь с тем же наркоманом или алкоголиком, и я проявляю к нему сострадание, и искренне мне хочется, чтобы его жизнь изменилась, и он это видит. И я ему говорю, слушай, это не от меня. Это Бог мне даёт к тебе, Он к тебе так в первую очередь относится. Они начинают верить. То есть надо явить образ Христа в своём поведении, и тогда человек начинает верить. Да, это самое главное. Ну это самое главное, но это также самое сложное. В конце нашей беседы, что Вы можете сказать людям, которые, как и Вы, оказались в этой трудной жизненной ситуации, может быть, употребляют наркотики, может быть, попали в другую какую-то зависимость, есть ли у них надежда? Да, надежда есть всегда. И я Вам желаю поверить, принять это решение, не побояться впустить Бога в свою жизнь, поверить, что Он Вас любит, поверить, что Он Вас не просто так создал. Есть большой замысел, вот как для меня, для каждого человека, так и для Вас. И Он совершит ту перемену. Вам нужно лишь только следовать. Наталья, благодарю, что уделили нам время, пришли в нашу студию. Теперь мы точно видим, что невозможное возможно, надо только верить. С Вами была программа «Вера. Человек. Судьба». До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok